Прошло месяца два, как к нам попал новый китайский фэтбайк, который клиент хотел покрасить. Все покрасили порошковой краской, кроме вилки, потому что там внутри башенки пластиковые, которые не вынимаются. Так вот я шкуркой, нулевкой все это обточил кое-как, и клиент купил отгрунтовочку и ямальку. Сейчас мы будем на ветру все это красить, посмотрим, что получится. Три слоя грунта, потому что первый раз какие-то пылинки были, пришлось подтирать, и на всякий случай все три слоя я нанес. Получилось вроде бы очень даже неплохо. Теперь у нас вот такая супер дешевая эмаль, черная матовая. Посмотрим, что получится опять же. Три слоя матовой краски, сохнет очень долго. Написано, что будет сохнуть 24 часа. Тут вот небольшой подтек, я накосячил. А так вроде бы все очень даже неплохо получилось. Но реально вот три часа до сих пор липкая. Привезли из покраски все детали. Все вот так вот качественно запаковано. Сейчас будем распаковывать, собирать. Прошло пять часов. Краска до сих пор на отлип прилипает. Соответственно, наверное, будет она висеть у нас до утра. Сохнуть. Пока она еще не высохла. Сейчас покажу, что у нас с рамой. Китайская кривая каретка, которую надо сейчас прочистить и отторцевать. Потому что это, конечно, беда. Такая кривая и немножко в краске. Сейчас буду чистить. Смотрите, сколько отторцовано. Видно, насколько каретка изначально была кривая. И с этой стороны то же самое. Сверх уже начало срезать, а снизу чуть-чуть только зацепило. Дальше не буду, потому что остальная рама. Жалко торцовку. Так моя физиономия выглядит после того, как я покрасил вилку. Летит из баллончика во все стороны. Весь грязный, весь в черных точках. Прошло полдня. Второго дня сборки. То есть первый день сборки был посвящен покраске вилки и сборке каретки. То есть все было отторцовано. Придумана защита. Интересная, самодельная. И сейчас я собрал крыло наконец-то. Зачистил вилку. Посадочное место на вилке. И сейчас я зачищаю вот это вот кривое посадочное место под рулевую. Буду сейчас подшипники запрессовывать. Уже часа три я сегодня этим занимаюсь. Утро третьего дня. По сборке нашего Бэтмобиля. Вчера неправильно поставил дужки для крыльев. Сейчас буду переставлять. Собрал вилку. Очень долго там все это получилось. Все работает. Осталось буквально чуть-чуть тормоза и переклюки. Велосипед собран. Все готово. Теперь клиент хочет сделать еще резиновые подкрылки. Сюда вот подкрылок. Сюда вот подкрылок. И на вилке дропауты кривые. Когда колесо ставишь, колесо справа и слева не одинаково встает. Надо сейчас будет напильником точить дропауты. Привез он резину. Привез он образец. Сейчас вот я пытаюсь что-то такое смастерить. Закончился очередной день сборки. Вот такой вот у нас бэтмобиль для бэтмена велосипедик получился. Необычный тайский фатбайк. Полностью модернизированный. Вот это конечно ковер. Вот этот вот. Он будет подрезан по желаниям клиента. По нужному размеру. Пока я его временно закрепил. Чтобы он просто нарисовал на нем что он хочет. Вот здесь вот такой вот необычный резиновый подкрылочек. Закрепили, поставили. Все это подкрасили. В общем готово все. Без исключения вот этого ковра. И вот этот уголок. Надо большой, чтобы он вот это отверстие закрывал. Иначе через него тоже грязь летит. Фух. Очень длинный проект. Очень тяжелый. Смотрится фантастично.